Уважаемые коллеги, я очень благодарна за приглашение на этот конгресс. Это первый раз, когда я выступаю с научным закладом в Петербурге. То, что это приурочено к памяти Фёдора Львовича, это особая честь, потому что Фёдор Львович несколько раз, начиная с 1988 года, вдохновил меня остаться учёным и развиться как учёного, и я ему по-человечески очень-очень сильно благодарна. И когда становилось трудно, я вспоминала, что он оценивает человека, стал он учёным или нет. Это его был критерий, и от этого очень грело сердце. Тематика, которую я прочитала в программе иммунологии рак, как вы понимаете, она необъятна, как и сам рак. То есть она ещё более необъятна. Поэтому, естественно, я для себя из этой огромной области выбрала то, где я эксперт. И так как я уже 15 лет работаю по дифференцировке и функциональной активации внутриклеточным механизмом, происходящим в макрофагах, то это и будет основной темой доклада. Поэтому я сразу предупреждаю, что полноценной иммунологии всех онкологических заболеваний я не смогу представить в течение получаса. Но я постараюсь просто обосновать исследования, которые ведутся теперь не только в медицинском факультете университета Кеттельберга в моей лаборатории, но и во вновь созданная лаборатория. Она существует три года в Томском государственном университете. Эта лаборатория была создана в рамках программы ВИО. Я была приглашена как иностранный руководитель. И лаборатория стартовала благодаря, прежде всего, усилиям двух человек. Это Надежда Викторовна Черденцева и Ирина Александровна Курзина. Надежда Викторовна в самом инициирующем периоде предоставила и помогла набрать кадровый состав и обеспечила клиническую базу для того, чтобы наши идеи могли развиваться с использованием интеллектуальной и патологической экспертизы онкологического центра в Томске. Ирина Курзина помогла, прежде всего, с административной стороны. Сейчас лаборатория большая, в ней несколько направлений, не только онкологическое, но и материологическое. А именно влияние имплантатов на иммунную систему человека и сердечно-сосудистые и метаболические заболевания. То есть мы рассматриваем иммунную систему в максимальном спектре. Единственное, чем мы не занимаемся реально, это нейродегенеративными заболеваниями, а вот сердечно-сосудистыми, онкологическими и регенеративной медицинами. По этому направлению мы развиваемся. Здесь я представлю работу, которая сделана была как в Ходельберге, так и в Томске. И там у нас очень хорошая команда. Я еще раз благодарю Надежду Викторовну за возможность начать и продолжать, и успешно завершать определенные этапы проекта. И перейду там-даклад. Прежде всего, мне хотелось бы сказать, что опухолиосцерные макрофаги – это основной компонент опухолевого микроокружения. И что они определяют? Они определяют эффективность химиотерапии и радиотерапии. Они определяют также эффективность слайда по-английски, потому что мне сказали, что я могу выбрать язык, но не сказали, какой. И если я говорила по-английски, нужен был перевод, поэтому у меня, в принципе, было подготовлено по-английски, но я по-русски буду сама переводить. Также направленная доставка медикаментов, эффективность антиангиогенных агентов и эффективность иммунотерапии, включая блокаду чекпоинтов и адаптивный клеточный перенос. Вот современные подходы для управления опухолиосцерными макрофагами включают 4 направления. Это ингибирование привлечения макрофагов, чтобы они просто в опухоль не приходили. Если они там уже есть, это деплеция или стимуляция абаптоза. И репрограммирование. Репрограммирование идет по двум путям. По путям усиления М1 активности, а именно противоопухоли, или блокировки М2 активности, а именно проопухоли. И здесь есть масса ингибиторов, как химических, как андитильных, которые действуют по всем 4 направлениям. Но самый основной, известный по ингибированию макрофагального привлечения, это блокировка рецептора или блокировка цитокина, который привлекает моноциты в опухоли. Опухоли выделяют очень много этого гемотактического агента. Для деплеции используются как химические варианты, так и иммунотоксины, конъюнгированные с антителами, ослабленные бактерии, а также индукции эпитопов для цитоксических Т-клеток. При перепрограммировании прежде всего используются агонисты различных сигнальных путей. Например, для усиления М1 используются индукторы NFK по бета-путе через Т-лера антагонисты, индукторы STAT-1 и GM-CSF и интерлекин-12, как стимуляторы развития М1-фенотипа. Для М2, соответственно, ингибиторы STAT-3, 6, различных сигнальных молекул. И агенты также выделены, в том числе и из растений. Например, силибин – это реальное лекарство, которое используется против различных опухолек заболеваний и существует уже в виде препаратов. Прежде чем перейти к нашим работам, я бы хотела остановить ваше внимание на наиболее современном представлении о макрофагальной дифференцировке. Дело в том, что представление практически до нашего времени было, что макрофаги в тканях имеют гемопоэтическое происхождение. То есть это клетки стволового мозга, которые под воздействием каскадов факторов дифференцируются в премоноциты, выходят в кровоток. И моноциты, соответственно, привлекаются в ткани и формируют популяцию тканевых макрофагов в зависимости от тканевого контекста. Вопрос у меня стоял, а откуда взялись-то первые макрофаги в ткани? И оказалось, это сделано пока на мышах, на человеке еще искать и искать доказательства. Что макрофаги первичные, по крайней мере, в головном мозге, в перитониуме, в легких и в печени, и в печени, происходят из эмбриональных слоев. Для мышиной модели это показано на йоксах. То есть макрофаги формируются в процессе формирования тканей. И они знают, что такое норма. И они хорошо туда интегрированы. А вот если они энергетически истощаются, умирают или происходит какая-то травма, вот тогда новые моноциты и привлекаются. Хотя нужно принять во внимание, что часть моноцитов будет медленно-медленно-медленно все равно освежать тканевые макрофаги. Что еще важно в этом вопросе? Что макрофаги считались неделящимися клетками. Сейчас очень многие работы в различных патологических ситуациях показывают, что клетки потенциально могут делиться. Хотя вот именно вклад делящихся клеток, обновление всей популяции, это далеко не открытый вопрос. То есть у нас сложная ситуация и с происхождением, и со способностью делиться, и то, какой процент приходит от моноцитов. И, соответственно, достаточно сложно будет считать макрофагальные популяции в опухолях гомогенными. Поэтому современные концептуальные проблемы для управления опухолиосцерными макрофагами включают, что большинство исследований в настоящее время считали, что опухолиосцерные макрофаги, они прежде всего проопухолевые, то есть они поддерживают опухолевый рост и поддерживают как первичный рост, так и метастаз. Второе, что это гомогенная популяция, не разделенная на сопопуляции, что специфическое управление опухолиосцерным макрофагом без... Еще проблема в том, чтобы специфично управлять опухолиосцерными макрофагами, не задевая другие клетки или систему органов. То есть специфической доставки, специфическое управление. И наши задачи, которые мы перед собой в лаборатории Томской поставили, это найти новые биомаркеры на опухолиосцерных макрофагов, на сопопуляции, и определить точные функции в опухолях, учитывая внутриопухолевую гетерогенность, что является особо сильным моментом и долгосрочной экспертизой вот в онкологическом центре и в лаборатории Надежды Викторовны. Внутриопухолевая гетерогенность, потому что все мышиные модели, они в основном гомогенны, но опухоль человека, она, естественно, имеет гораздо более долгосрочную природу, и она гетерогенна, морфологически и функциональна. Когда мы искали, какие нам маркеры использовать, то мы остановились на скайвенжных рецептах. Почему? Это большое семейство трансмембранных белков. Они долгоживущие, то есть они нелегко уходят с клеток, они стабильные, они находятся на мембране, то есть если мы будем красить клетки, то они, как растворимый фактор, не будут вымываться, четко определяя макрофагальные сабтипы, и их экспрессия очень часто специфична для макрофагов. Так, например, CD68 из класса D, это классический макрофагальный маркер, который практически до наших работ считался универсальным макрофагальным маркером, который на всех макрофагах будет экспрессироваться, но не на других клетках. Что еще важно, что скайвенжные рецепторы повышены в толерогенных условиях и также на их экспрессии на опухолиосцерных макрофагах. То есть там их еще больше, и по спектру можно определить популяцию. Наша любимая молекула, которой моя группа занимается с 2001 года, это стабилин. Почему он так интересен? Потому что у него очень большая, около 300 кгт в неклеточную часть, и очень интересный цитофлазматический участок. Этот цитофлазматический участок обычно отвечает или за сигнальную транзукцию, или за внутриклеточный транспорт. Так вот, у стабилина там нет никаких сигнальных мотивов, и есть только три разных мотива, которые определяют, как он будет перемещаться внутри клетки. Что в контексте опухоли интересно, как легант? Это прежде всего спарк. Спарк – это растворимая молекула. Я думаю, что люди, занимающиеся опухолем, часто уже слышали про это. Спарк – это растворимый компонент неклеточного матрикса, который отвечает за клеточную адгезию, за клеточную микрозу, за отношение клеток с неклеточным матриксом, за ангиогенез и участвует в прогрессии опухолей. В зависимости от опухолевого контекста, то есть в зависимости от типа опухоли. Как Федор Львович говорил, что каждая опухоль индивидуальна. Спарк может иметь как помогать опухоли расти, так и ингибировать. В случае рака груди у него четко выраженные ангибирующие свойства. Связывается спарк с EGF-подобным доменом, который находится между фастиклиновым доменом приблизительно в середине белка. Что еще интересно? Интересно связывание хитиназа подобного белка. Это была моя работа, опубликованная в БЛАТ в 2006 году. Найдено это было через двойной дрожжевой скрининг, E-100 Hybrid Screening. Связывается он с другим доменом, со всеми доменами. И вот сегодня я расскажу про две работы, которые одна была связана со спарком, и вторая с одним из этого семейства белков, которые сделаны были в последние буквально 2-3 года. Теперь о том, что делает субелин внутриклетки. У него три функции, которые завязаны на внутриклеточный транспорт. Он может взять внешний леганд, интернализовать в эндосомы и отправить по пути драгородации в лизосомы. Второе. Он может узнать по такому же механизму вновь синтезированный леганд в биосинтетических путях, а именно в позднем гольже и через систему трансгольжи и поздние эндосомы отправить в лизосомы. Но вот эти леганды, которые внутриклеточные, биосинтегенные, они могут секретироваться. Потому что лизосома макрофагна имеет секреторную функцию. А еще он может взять леганд и не отправить его по пути драгородации, а перепаковать секреторные висиклы, где стабилин уже с легандом расстается. И в случае падения и концентрации, а это леганд из семейства факторов роста, вовне макрофаг функционирует как депо и начинает это секретировать. То есть практически стабилин управляет вне клеточной концентрацией различных компонентов, что убрать, что из клетки вовне привнести, а что складировать и потом отправить наружу. Вот такой многофункциональный рецепт. А это рак клютий. Разности стадий. Это получено на материале из патологии из Ходельберга. И здесь у нас первая, вторая, третья, четвертая стадии. Когда мы с патологами опять же поговорили, спросили, как они считают много у них в раке груди макрофагов, они сказали, что они видят отдельные клетки морфологически. И в принципе проблемы с окрасками нет. То есть, скажем так, задачи окрасок нет. Но когда мы им показали вот эту картину, что вот количество макрофагов, которые мы видим, а здесь количество стабилин позитивных макрофагов, так как здесь, естественно, разные участки, то это не напрямую сопоставляется. Но то, что интересно, что когда мы для статьи в НКТ обсчитывали эту картину, то оказалось, что как CD68, так и стабилин позитивные макрофаги превалируют на первой и четвертой стадии. То есть, они нужны для инициации опухолевого роста, нужны или пытаются бороться? Вопрос. Потом их становится меньше, особенно стабилиновых, а потом на четвертой стадии они опять появляются. То есть, видимо, что-то происходит в процессе эволюции опухолей, когда макрофаги становятся ненужными и нужно поменять их фенотип. Вот такая у нас была гипотеза. Дальше мы посмотрели, какие у нас есть, опять же, сопопуляции. Покрасили CD68 и стабилин, и увидели, что у нас не все клетки, не все макрофаги CD68 позитивные. То есть, у нас есть сопопуляции позитивные только на стабилин. И они здесь обозначены красным. Потом, также прокрасили по другим маркерам и показали, что стабилин практически не присутствует на CD34 позитивных клетках. Его нет на CD163, что считается наиболее свежеприходящими, еще недодифференцированными макрофагами в опухоли. Его нет на сосудах. То есть, он практически сидит на зрелых макрофагах и, видимо, на макрофагах, которые очень продвинулись по пути дифференцировки. С томскими коллегами мы также просмотрели 5 основных структур и показали, что как CD68, так и стабилин позитивные макрофаги можно найти практически во всех структурах. Как нежноволокнистый, грубоволокнистый, максимально устромально-пархиматозного взаимодействия между клетками пархиматозных структур и в просветах опухолевых протоковых структур. Вот что интересно было, что это опубликовано нам совместно в Минобиологи, что CD68 позитивные макрофаги, но не стабилин позитивные макрофаги, негативно коррелировали с лимфатическими метастазирами. То есть в этих структурах макрофаги оставляют за собой видимо способность, это, скажем так, вывод основан на корреляции, противостоять лимфатическому метастазированию, но стабилин в этом не участвует. То есть нам, конечно, интересно, какие дополнительные маркеры мы можем здесь найти, чтобы вообще разобраться, как они это делают. То есть уже получается, что внутри одной опухоли, в одной из структур сидят макрофаги, которые что-то делают против метастазирования. Это интересный факт. То есть на этом мы базируем дальнейшую свою работу, мы хотим с ним разобраться. Потом мы хотели выяснить, а стабилин вообще он про- или антиопухолевый? И здесь эта работа была сделана в Германии. И здесь мы использовали нокаутных мышей с подкожным введением клеток андренокарцинома молочной железы. Здесь показано, что это тихий тип мышей, это нокаутные, стабилина нет. И опять же показали, что у нас стабилин находится на CD68 в позитивных клетках, но не на сосудах. Потому что стабилин иногда экспрессируется в процессе интенсивного ангиогенеза и на несплошном эндотелии. Дальше это обсчет очень большого количества экспериментов, где мы показали, что в нокаутных мышей опухоли растут хуже. Разница не очень большая, но статистическая достоверность очень высокая этого события была. Дальше мы охарактеризовали гистологически и не увидели разницы ни на уровне Т-клеток, ни на уровне гранулоцитов, ни на уровне макрофагов, ни на уровне сосудов. Мы не увидели разницы в инфильтрации иммунных клеток. То есть это не иммунологический эффект здесь. И то, что нам было интересно, это посмотреть, какая функция стабилина может здесь участвовать, определяющая вот этот эффект поддержки опухолевого роста. То есть еще раз, если стабилин есть, опухоли растут быстрее, в нокаутах меньше. И то, что мы посмотрели, это как раз эндоцитоз спарка. То есть мы выделили опухоли ассоцированные макрофаги из опухоли, дали флюоресцент на помеченный спарк. И вот так выглядит дикий тип макрофагов, а так выглядит нокаутный. То есть дикий тип набрался очень много этого элеганты. Потом у нас ревьюеры, соответственно, спросили, а вы покажите, что спарк у вас в этих опухолях есть. И мы показали, что те клетки, которые мы инъецируем подкожно, они эксплуатируют очень большое качество спарка. И мы его в межклеточном пространстве видим, видимо налепленный на вне клеточный матрикс. То есть он там есть. И еще раз, спарк работает против роста опухоли груди. Это было известно в других моделях. То есть когда мы его убираем, значит у нас дикий тип макрофага убирает спарк. Когда он его убирает, опухоль растет больше, потому что спарк сопротивляется опухолевому росту. То есть все логично. И еще раз мы показали, как спарк, потому что, опять же, интересно было, механизм, что спарк там делает. Вот то, что нам удалось показать дополнительно к известным взаимодействиям между клетками и матриксом, что спарк еще вызывает апоптос опухолевых клеток. То есть когда мы его убираем, они лучше растут, но, соответственно, опухоли лучше растут, лучше пролиферированы. Теперь, скажем так, независимое сообщение от предыдущих исследований. Вот у нас стабилин, он, это скавенджер-рецептор. Он способен индецидировать, он способен что-то забирать и декородировать. Он селективно экспрессируется на макрофагах, которые, скажем так, точно не сопротивляются опухолевому росту. Как мы можем это использовать? Мы можем это использовать для доставки. Мало того, мы еще очень большое количество экспериментов сделали и показали, что он реально не сигналит. Я здесь не показываю, это большая работа была с использованием метрической технологии. Как мы можем это использовать? Интересно было бы что-то селективно через стабилент доставлять. И здесь я бы хотела сказать, что не вдаваясь в эту схему, потому что она огромная, что начиная уже с конца 60-х лет, разрабатывает система нанотехнологий, нано-доставки различных веществ в различные типы клеток. И вот история вопроса. Мы на ней останавливаться не будем. Я просто хочу сказать, насколько она сложная и многокомпонентная. Так вот, есть убедительные аргументы в пользу того, чтобы эти натом материалы использовать. Они мультифункциональны. У них можно достичь мультивалентности, чтобы по нескольким детерминантам специфично доставлять что-то именно в этот клеточный тип, потому что по одной детерминанте трудно. У них повышенная селективность для того, что в них можно запаковать. Ими можно не только производить терапевтический эффект, но и одновременно мониторить его при помощи визуализации имиджинга. У них улучшенная фармакокинетика. Они стабильные, они безвредные, они инертные. Контролируемый синтез, контролируемый релиз, секреция, можно сказать, контролируемый выход терапевтического препарата и очень низкая иммуногенность. Здесь я хотела бы остановиться на вот этих вот нанотрубочках. Только на их размере. Вот здесь показан Quantum Dot. Здесь тоже показан Quantum Dot. Вот нанотрубочка. Вот такой у нее размер относительно эритроцита. То есть это что-то очень маленькое, приближающееся к крупному белку по размеру. А почему я теперь об этом говорю? Потому что неожиданно американские коллеги, которые занимаются разработкой вот таких наноматериалов и карбоновых нанотрубочек для доставки лекарств, обратились к нам с просьбой проверить, не будет ли стабилин участвовать в их интернализации. Почему? Потому что они хорошо утилизируются в печени, где тоже стабилин в синусоидальном эндотеле экспрессируется. И мы взяли нашу модельную систему, а именно СИЧО клетки, трансфицированные стабилином, взяли нанотрубочки и показали, что действительно в стабилине, но не в векторных клетках контроля, нанотрубочки интернализуются и попадают в стабилин позитивные внутриклеточные структуры. То есть в принципе, даже не достигая дополнительной специфически, уже эти карбоновые нанотрубочки стабилином специфично берутся. И это обсчёт этого процесса на проточнике, опять же стабилиновые клетки берут это очень эффективно. Так что у нас есть не только молекулы, куда доставлять, и мы считаем очень специфично, потому что эти макрофаги, ещё раз повторяю, они не обладают противоопухолевым действием, и это хорошо. То есть если мы будем выбивать, мы будем выбивать вредную популяцию. Но у нас ещё есть и новые системы доставки. И мы были очень рады, после, опять же, двух тяжёлых процессов ревизжена, это было принято совсем недавно в Nature Communications. Ещё раз аргументы. Стабилин экспрессируется на опухолиосцерных макрофагах в большом количестве, на вредных макрофагах. Это молчащий индицитирующий рецептор, не запускающий никакой сигнальной транструкции, то есть дополнительной активации макрофагов не будет. Он способен интернализовать носители для потенциальных терапевтических агентов. И если мы его используем в комбинации с другим макрофагальным маркёром, то он может быть использован для очень специфичной доставки именно в макрофаге. Но мы хотим, конечно, про эту систему узнать больше, чтобы осторожнее вообще касаться каких-то терапевтических подходов. И у стабилина есть леганды. Сейчас, одну минуточку. Вот SICLP-белок мы нашли в ЕСТУ-Хайбрид-скриннинге. И потом, практически биоинформатически, я вот восстановила всё это семейство. И оказалось, что принадлежит этот SICLP-белок белкам с лектиновыми свойствами, имеющими гликоэйтиндомен, которые объединяют как ферменты, один муцин, два фермента с гидроэтической активностью, и четыре белка, которые только лектины, но не имеют ферментативной активности. Что здесь интересно? Вот этот белок и Вайкай-40, они присутствуют и в мышах, и в человеке. Вайкай-39 – это чисто человеческий белок. То есть, его нет ни гена, ни белка. А Вайкай-1 – это чисто мышиный белок. И нам очень интересно было посмотреть на функциональную значимость Вайкай-39 в опухолях. Почему? Прежде всего, потому что он ближайший гомолог Вайкай-40, а для Вайкай-40 показано, что этот белок коррелирует с очень плохим прогнозом в раке груди, в раке лёгкого, в простаты, печени, мочевого пузыря и кишечник. Про Вайкай-39 не было известно ничего. Он очень близок по своей структуре и по аминокислотному составу. Значит, что мы сделали? Прежде всего, мы показали, что его экспрессии регулируется повышенно в ТГФ-бета, и это уже совместно с Томском работает. В основном сделано томскими коллегами, что ТГФ-бета подстёгивает Вайкай-39 после 6 дней и после 12 дней. В культуре макрофагов экспрессия его растёт. То есть ТГФ-бета мы берём как прототип проопухолевого окружения. Мы его видим, мы сделали новое антитела, мы его видим на белковом уровне, мы его видим в секреторных визикул. Дальше мы посмотрели, как он перемещается внутри клетки. И перемещается он таким образом, что основная его локализация – это секреторные лизосомы. То есть то, что мы, в принципе, и ожидали, что эти белки, что они из эндогенного биосинтетического компартмента идут в секреторные лизосомы, и там они могут секретироваться в зависимости от состояния клетки. То есть он не всегда будет секретироваться, а его секретацию можно дополнительно индуцировать. В культуре то, что мы видим, что через 6 дней мы ещё он пока внутриклеточный расположен, через 12 дней мы видим уже, что он секретирует. То есть белок реально не просто лизосомы, но он секретирует. Доказали, он может выйти вовне, и он может определять какие-то межклеточные взаимодействия. Теперь, какие? Здесь это была, скажем так, это была последовательная логика. Это секретируемый белок, лектин, будет действовать на большое количество рецепта. Мы посмотрим, он вообще влияет на миграцию моноцитов. Посмотрели. В системе TransVel в нижнюю камеру добавляется стимулятор, в верхнюю камеру добавляется суспенция моноцитов свежевыделенных, из бафикоции, из банка крови. И между ними мембрана. Байкай 39 стимулирует уже через час, начинает стимулировать миграцию моноцитов. Хотя он делает, если мы смотрим на мембране, то это действие слабее, чем MCP1 и CCL2, чем классический стимулятор миграции моноцитов. Но стимуляция совершенно очевидна. То есть на мембране их больше. Но если мы смотрим, кто прошел уже внутрь, потому что здесь мы обсчитываем клетки, которые оказались в нижней камере, то здесь действие уже приближается к очень мощному стимулятору. CCL2, самому главному, против которого разработаны масса терапевтических подходов. Поэтому, в принципе, можно было бы подумать, что вайкай 39, наверное, вредный, привлекает так много моноцитов. То есть это первая гипотеза, которая рождает, привлекает моноцитов в облаке. После чего мы проанализировали его экспрессию, и мы увидели, что у него самое, опять же, по компартментам, увидели, что его основная экспрессия в мягковолокнистой строме. Там, где можно представить себе, что там находится свежеприходящий моноцит. И дальше мы посмотрели, опять же, экспрессируется ли он в макрофагах, в опухоли. Это томский материал. В макрофагах или в других клеточных типах он экспрессируется в CD68 позитивных, в макрофагах частично в стабилинах позитивных, но не в опухолевых клетках, не в сосудах и не в фибробластах. То есть это макрофагальный белок. Всё логично. То есть TGFB этого подстёгивает, в опухолевых он макрофаг. А вот это был уже сюрприз. Потому что эта работа сделала Николай Васильевич Натвеку. Мы посмотрели экспрессию гена на уровне МРНК, корреляцию ВАИК-39 с метастазирами гематогенов. И у нас получилось на первой выборке, что у нас практически 100% предсказание, что повышение ВАИК-39 в опухолях негативно коррелирует с гематогенами гематогенов. То есть мы думали, моноциты приходят, наверное, они будут поддерживать метастазир. Нет. У нас негативная корреляция. Сейчас уже выборка больше 100, у нас 2 случая только выпадают из 100. То есть если ВАИК-39 больше, чем в норме, метастазирование падает. То есть он действует против метастаза. Вопрос как? Сделали инвитерские эссеи по ангиогенезу. Это называется tube formation, когда трубочки формируются. Взяли хувейки, эндотелиальные клетки, простимулировали и увидели, что он, по сравнению с контролем, он стимулирует ангиогенез. То есть вот это отношение, ангиогенез, его много, и метастазирование усилено, оказалось нарушено. Значит, гипотеза, которая, кстати, была выдвинута в результате интенсивных ПСС с Ириной Митрофановой, это наша очень многообещающая сотрудница, что это может быть стабилизация эндотелия. То есть стабилизация системы кровообращения, потому что стабильный эндотелий внутриопытный, он не будет пропускать метастазы. То есть не всякий ангиогенез плохой, не всякие сосуды плохие. И вот над этим мы собираемся сейчас работать. То есть то, что мы знаем, что Вайкай-39 привлекает моноциты, индуцирует ангиогенез и обратно коррелирует с метастазами через кровеносное русло. Что мы... Наша гипотеза, что он привлекает моноциты, но способен их держать или программировать в противоопухолем состоянии. Второе, что он может стабилизировать сосудистую сеть. И вот... И практически мы можем рассматривать его как опухолевый сопротив. Ну, это то, что мы хотим делать. Я очень коротко остановлюсь. У меня есть еще буквально 3 минуты? Или уже... Да? Есть? Значит, в чем здесь ситуация? Что когда мы говорим, опять же, о терапии, то макрофаги — это общее представление от монтований очень известного ученого, который суммирует знания практически по всему миру и публикует очень хорошие обзорные работы, что макрофаги могут как ограничивать терапевтический ответ на разные агенты, в том числе и химические действующие на опухолевый клеток, так и усиливать терапевтический ответ. Но, опять же, это очень общее представление. Еще раз говорю, что для того, чтобы их репрограммировать, нам нужно выбрать нужный нам макрофаг по поверхностному маркеру и дать ему нужный сигнал, чтобы на состоянии толерантности перешел в состояние воспалительное проопухолевое. Это наша задача. Поэтому я думаю, что стабилин как потенциальный маркер толерантности мы уже выбрали. Теперь какой сигнал давать? Еще раз. С субпопуляции можно проскочить. Какой сигнал давать? Вот это очень большой вопрос. Последние самые свежие находки из того, что мы посмотрели, как макрофаги в нашей системе на материале рака груди из онкологического тонского центра, как макрофагальные маркеры коррелируют с эффективностью химиотерапии. Здесь очень интересно. CD68, но не стабилин. В областях с паранхематозными элементами обратно коррелируют с лимфатическим этэстозиром. Это после химиотерапии. А стабилин позитивные макрофаги в грубо-волотнистой строме напрямую коррелирует. То есть у нас получается в зависимости от компартмента также в связи с химиотерапией у нас остаются разные... То есть после химиотерапии часть макрофагов продолжает бороться с опухой, а часть все равно ее поддерживает. Ну вот этим мы и хотим заняться. Как химиотерапия это делает? Почему это зависит от компартмента? Какие там растворимые или матриксные составляющие, которые определяют? И, соответственно, очень хотим разработать систему доставки. Вот для системы доставки, скажем так, нанотрубочки нам неплохо подходят. Это совсем новая находка. Но у нас уже есть один проект, который пока ведется конфиденциально, то есть пока у нас нет зафиксированных каких-то патентных заявок, то я, к сожалению, не могу об этом рассказывать. Я надеюсь, что через год-два я смогу побольше рассказать. Этот проект ведется между биомедицинским центром в Латвии, Германии и Томской лабораторией по использованию альфа-вирусов для доставки опухолевых супрессоров. Вот это то, что мы сейчас делаем. А механизм влияния неодевантной терапии на программирование опухолевых макрофагов в разных супопуляциях, это то, что мы продолжаем изучать при поддержке Российского научного фонда. Ну и здесь я бы хотела поблагодарить, поблагодарить хотела бы исторические отделения дерматологии и коллег из отделения дерматологии Медицинского факультета Манхайма в университете Кетерберг. Это моя работающая группа сейчас. Основные люди, которые работали по проекту, Владимир Рябов, который сделал работу в онкотаргетсе на нокаутных мышах, и Тенгфей Лио, которые вместе с Ириной Митрофановой сделали работу по Вайкай-39. Большая благодарность немецкому патологическому отделению, огромная благодарность директору онкологического центра Чинзонову Евгению Циреновичу за то, что он структурно и во всех отношениях, в том числе энергетически поддерживает наше взаимодействие. Надежду Викторовну я уже от души благодарила. Еще бы хотела поблагодарить Марину Завьялова, патолога, Мишу Булдакова, который сделал первую статью Мунии Волонжи, и Николая Васильевича Недвякова за изумительный анализ экспрессии и анализ корреляции, изумительную статистику, которую он делал на клиническом материале в Тонусе. Ну и хотел бы поблагодарить Российский научный фонд за то, что он уже поддержал наше исследование. И я надеюсь, что у нас настолько много ветвей из него развивается, что мы вырастим еще и молодых специалистов, которые получат такого же масштаба гранта в будущем. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Спасибо за гиммакрофагу. Можно спросить, вот относительно стабилин, содержащих макрофагов в других опухолях, более иммунологически активных, например, там меланома, колоритальный рак. Вы знаете, про стабилин в меланоме сделана работа на нокаутах по стабилину, там тоже стабилин поддерживает урост меланомы, там в стабилиновых нокаутах меланомы тоже растут хуже. Только это не наша работа, а финских коллег в группе Сирп и Ялкана. Колоритальный рак никто не делал. Просто никто не делал. Мое предсказание, что может быть с точностью наоборот, потому что макрофаги в колоритальном раке имеют в принципе другую функцию. Они как бы ограничивают опухол, они не очень инфильтрируют. Может быть никакого влияния не быть. Но я могу сказать, знаете, про что? У нас есть неопубликованная работа еще, надеемся, мы ее доделываем, про то, что в колите, когда стабилина нет в нокаутах, то колит хуже заживляется химически. То есть он толерогенный, да? То есть когда его нет, то воспаление намного сильнее. Вот это мы уже сделали. Я вас поздравляю, Юля, с прекрасным докладом. Хотел задать вопрос. Нет ли аналогии устранения метаболической иммунодепрессии с вашим препаратом? Пробовали ли вы метформин, например, посмотреть на макрофаги, как реагируют? Это очень интересно. Потому что макрофагальный метаболизм – это очень, скажем так, актуальная тема в плане диабета. Там столько еще неизведанного, как именно гипергликемия и вообще все, что метаболизм активирует. То есть в основном известно что-то про метахондрии, но макрофаги гораздо более сложные. Особенно толерогенные макрофаги, которые гликолитический путь не используют. То там непростые взаимоотношения с метаболическими путями. Я думаю, что это очень интересное предложение. Мне тоже так нравится. Удачи. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо большое за сообщение. Юлия, вот если вернуться к началу вашего сообщения и вообще к тому, что люди говорят о макрофагах в опухоли, значит, вы все-таки придерживаетесь той точки зрения, что существует два типа макрофагов – М1 и М2? И что сейчас, на данном этапе, вы не можете сказать, что М1 обязательно обладает противоопухолевой активностью. Потому что, судя по тому, что вы нам рассказывали, имеет значение паренхематозной части и эстромальной части. Правильно? Да, я понял. Нас тоже интересуют вопросы связи диабета и ожирения с некоторыми злокачественными образованиями. В связи с этим, вот первая часть вопроса вы поняли, а вторая часть, когда вы говорите о раке молочной железы, например, вам кажется, что более важным является соотношение паренхематозной и эстромальной ткани или, скажем, та типизация, которая сейчас активно проводится, что, вот скажем, выделяют 4-5 основных типов. Там, допустим, люминальный А, люминальный Б, трижды негативный и так далее. Потому что ведь для людей, работающих в онкологии, еще очень важно, гормонозависимая ткань или гормонон независимая и так далее. Понимаете? Вот я вот в данном случае об этом говорю. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Это концептуальные вещи. Я бы сказала так, что М1, М2 просто очень удобно всем. На самом деле, это описано, что это континиум, что там практически нет четких сопопуляций. Это современная точка зрения. Хотя моя личная будет, что там есть дискретность. И что там дискретность будет достигаться за счет эпигенетической регуляции определенных локусов. Понятно. Просто меня вот в отношении того, когда говорят, что… В плане участия их в опухоли. То, что вы спросили в плане участия их в опухоли. Я считаю так, что если мы М1 макрофаги считаем, что они выделяют реактивные виды кислорода, цитокины провоспалительные, которые способны действовать против опухолевых клеток, это является естественным состоянием макрофагов в наших тканях, что они, в принципе, узнавая что-то чужое, они знают, что сделать. У них есть этот механизм. Только он должен быть задействован минимально и локально. Можем назвать это М1. Скажем так, это факторы острого воспаления на короткий срок. Это для меня М1. Все остальное получается М2. Но все дело в том, что они не только факторы острого воспаления, они факторы и так называемого легкого хронического воспаления. Вот эти провоспалительные цитокины. А легкое хроническое воспаление нас ведет именно к диабету, ожирению и так далее. А вот знаете, опять же, я могу сказать, что это скорее мое представление, что хроническое воспаление – это смесь М1 и М2. Да. Смесь. Они там есть, но они там не одни. Вот как только вы смесь… Вот у нас просто есть работа, еще опять же, я не показываю. Когда мы смешали интерферон гамма, интерликин-4 и ТГФ-бета, мы получили уникальную макрофагальную сопопуляцию, которая по нашим представлениям поддерживает воспаление, ведущее к фиброзу. То есть смешанные ситуации воспаления и фиброза. Спасибо. Остальное, наверное, уже в кулуарах. Спасибо. Да, с удовольствием отвечу. Олега, у меня маленькое только замечание. Когда вы говорили о носителях, вы упомянули углеродные нанотрубочки. Карбоновые, да. Да, вот сейчас довольно большая дискуссия идет относительно их канцерогенности, потому что в зависимости от размеров им приписывают некоторые свойства асбеста. Так что, ну, просто это, так сказать, к слову. Спасибо. Да, спасибо большое. Это совершенно верный комментарий. Это самое свежее представление. Размер, который мы используем, по крайней мере, доказано, что он не вызывает воспаление. А больше, то есть сравнили по размеру то, что мы используем, он, по крайней мере, не вызывает воспалительных реакций. Именно потому что они такие маленькие, что они через скавенджеры могут убираться. Так что надеемся, что вот это их свойство убираться без воспаления, еще и можно доставлять при помощи них. Спасибо. Да, надеемся. Спасибо. Спасибо. И последний наш сегодняшний...